атмосфера такая душевная и вы будете вдохновлять лекции вдохновляют тоже но они нужен контакт живым но когда допустим лекции то это тоже хорошо но если у вас нет сил то есть есть два типа энергии есть энергия любви есть энергия силы энергия любви передается через лекцию силы можно получить при живом контакте силы нужно чувствовать человека вот хорошо общаться встречаться с подружками можно по телефону тоже идет контакт но он слабее уже это очень действенные способы вдохновения дающие силы человек напитывается от общения а потом начинает сам себя заставлять но здесь еще очень важный момент который надо понимать что вообще у женщин и у мужчин абсолютно разные методы вдохновения абсолютно разные женщины вдохновляются женщины это очень коллективный разум ну то есть мужчин индивидуальный разум все-таки они больше склонны сами себя заставлять особенно если есть привычка все равно обыкновение нужно и мужчинам и женщинам чем вдохновляет знание сильно знание вот если бы вы знали что с вами будет если вы этого не будете делать как я это знаю то у вас тогда не было бы вариантов понимаете вот я знаю что мне это надо делать иначе будет потом вот так вот так вот так вот вплоть до крыши поэтому я делаю то что надо и не очень сильно помогает если люди допустим методику хорошо понимают которая преподает они тоже будут это делать и будут делать несмотря на то что нет силы женщины вдохновляются от коллективного общения женщине однозначно нужно женщинами общение однозначно если женщина не общается женщинами она социальном плане вообще не может развиваться никак и нигде это абсолютно не развитый человек точно так же как мужчине нужно нужен вызов нужно себя заставлять женщине нужно социальная социальная сила то есть женщина опирается на социальную силу она не опирается на индивидуальную силу и нужна поддержка от людей если у нее нет поддержки она теряется она не понимает как дальше выйти потому что у женщины разум очень сильно развивается в чистоту чистоту сильно развивается и слабо развивается воля есть два аспекта воли чистота чистота дает понимание что происходит хорошо человек чувствует если чистота есть он хорошо чувствует опасность потому женщины раз очень сильно чувство опасности особенно когда родственники что-то не поделают она реагирует она сразу чувствует опасность но вот включить себя женщине очень трудно для этого нужно коллективное сознание женщины взаимодействие общение плотно особенно с теми которые делают то же самое без этого конечно очень сложно поэтому поставьте себе задачи период сложной жизни он действует на здоровье вы теряете силы через потерю сил дальше теряется все остальное всегда так когда плохой период он входную точку будет имеем допустим бывает одна точка личная жизнь бывает одна точка работа бывает одна точка здоровья когда здоровье входная точка это самая плохая потому что здоровье это фундамент жизни нет здоровья не будет ни работы ни личной жизни ничего поэтому вдохновение идет от людей подружек есть подружки ну не так кто хочет с ней дружить в том что ну поперяри меняйтесь телефончик дружить в том чтобы не дружить просто ля-ля-ля-ля-ля а дружить в том чтобы что-то делать работать над собой развиваться почему мне кажется что мне достается больше всех испытаний это иллюзия такая или это все не так кажется садитесь вас как зовут? Настя Настя вы понимаете что вы личность значит у вас все больше всех и счастье больше всех вы будете испытывать от себя и испытаний больше всех тоже от себя? да ну как ну как бы через себя ну мы все чувствуем все больше всех и наоборот когда личность развитая она чувствует боль других а если она не развита она не чувствует боль других поэтому мы сильно чувствуем как мы страдаем но как другие страдают нет 50 процентов проблем личных жизни из-за этого происходит человек не понимает тебя не понимает что с тобой происходит какие у тебя страдания как ты живешь доказывать очень сложно потому что если женщина входит в эмоции она сразу обрубает контакт с мужчиной он не выдержит определенный уровень эмоций он выдержит а чуть выше уже не выдержит все и он начинает бунтовать он не слышит то что ему говорят мужчина если давит грубо себя любит давит своим мнением женщина выключается она не может она чуеть не хотят поэтому очень трудно мы будем донести себя свою боль свое чувство но у вас тяжелый период правда идет сейчас вы удивляетесь да почему так вообще тяжело да я думаю ну мне же зачем ты я должна чему-то научиться это самое простое чтобы понять это мы все должны научиться быть сильными это очень важно чтобы человек не ломался был смелым внутренний разум знания получал для этого главное есть конечно какие-то еще тонкости но в основном вот это фундамент жизни это вера вера и практическое понимание как действовать как жить я вам даю это практическое понимание сам применяю на практике а как мне понять что я прошла урок лёгкость на сердце результаты появляются что-то меняется в жизни у вас лёгкость на сердце есть? сейчас да я не знаю надолго но сейчас вы общаетесь сейчас вы общаетесь просто вы получаете связь с Богом через человека вы мне доверяете поэтому Господь в вашем сердце вам дает ощущение и вы чувствуете облегчение сейчас но вообще в жизни вообще из-за того что эти испытания у меня происходят регулярно то есть у меня кажется что я чего-то не понимаю я понял я понял вам надо советовать вы очень импульсивные очень быстро принимаете решения и мало думаете и вам поэтому прежде чем что-то делать надо за правило взять по сердцу с подружками обычно вот таких как у вас людей подружки наоборот ну много думают принимают решения сразу и вот Бог дает подружек таких противоположных и надо советоваться прежде чем что-то делать иначе будет прилетать вот вот допустим начали трясти рукой у меня отпало желание вас спрашивать но я всегда стараюсь сделать так как надо а не так как я хочу поэтому я вас спросил через силу если бы не трясли рукой я бы вас спросил спокойно опять вы сделали глупость поэтому надо учиться взаимодействовать с людьми чтобы ваш темперамент был обуздан хорошо спасибо вот в очках немножко вы у моего мужа большие проблемы с алкоголем я уже давно слушаю ваши лекции стараюсь следовать и как бы я смотрю у него тоже как меняется понимаешь вот конечно конечно мне кажется что это нельзя потому что по факту у него все сильнее он все сильнее он начинает много пить у него же самое не надо просаживать не получается вот вот смотрите это есть перемены то есть сначала вы молитесь и он против он бунтует то есть когда вы вторгаетесь в его пространство первая реакция это бунт он не хочет чтобы вы что-то делали что-то вмешивались в его жизнь вторая реакция это привыкание то есть он не обращает внимание вы молитесь он нормально относится к этому третья реакция это желание бросить на фоне того, что он продолжает пить. Но больше или меньше в этом случае, это зависит от периода жизни, который идет у него. Но всегда пьянство – это статическое напряжение. Если говорить языком понятным, то статическое напряжение – это означает, что у человека очень сильная чувствительность, ранимость, гнивливость, раздражительность, обличивость. И это все приводит в конечном счете к такой эмоции, которая называется отчаянием. Отчаяние – это и есть та эмоция, которая приводит к пьянству. Как говорит Галинка, то есть есть такой прозыгний мультик, и там злыгний, там всех мучили, и они одного замучили, он начал пить, и он говорит, а тот спрашивает, злыгний к нему подходит, из бутылки вылазит и говорит, «Ты что пьешь?» Он говорит, «Горьку пью». «А зачем?» «От горя». То есть вот это причина. То есть человек, горький вкус, вот эта вот горька, горький вкус, он пьет от того, что он удовлетворенно сильно внутри. И это происходит из-за блока на пятом слое эстетического напряжения. То есть у пьянства есть два аспекта. Первый аспект – это неправильное восприятие жизни, образа жизни. То есть человек просто не знает, как жить правильно, и у него нет выхода. И второе – это техническая вещь, это просто в психическом теле есть зона, которая усугубляет ситуацию и заставляет практически человека пить. И поэтому есть техническое решение вопроса, в данном случае это бассейн. И здесь это не решается просто тем, что ты нырнул-вынырнул. То есть мы говорим много уже об этом, что надо, если 28 градусов, то 70 минут надо плавать, чтобы до пятого психического слоя дошло, и вода очистила человека от отчаяния. Вот. Если холоднее, вода, чистка сильнее. Но для таких людей, как он, однозначно холоднее не подойдет, потому что если человек выпивает, то ему, если он никогда не лечил психическое напряжение, ему будет очень сложно даже 28 градусов пробыть 70 минут. Он будет там трески, его будет, ему плохо будет, тяжело. Поэтому надо приучать человека. Но бывают такие люди, которые выпивают, которые могут и в прорубь залезть. Это адаптированное, значит, человек адаптированное. Если ему еще немножко продолжить, он быстро бросается. Но область он не адаптирован, перегрет он жутко. Татическое напряжение перегревает психику. Он, ему жарко спать, наверное, ночью он снимает себе одеяло, да? Он еще и воды боится. Воды боится тоже. Ну, а всегда, когда это называется дезадаптированное статическое напряжение, вот все люди, которые боятся воды, они, скорее всего, имеют очень сильное статическое напряжение, которое мешает, оно же само мешает себя лечить. Когда дезадаптация происходит, вот, допустим, человек, если не может стоять неподвижно, значит, это тоже уже дезадаптированное статическое напряжение. Когда адаптированное, человеку, наоборот, побольше хочется не двигаться, в воде быть, чтобы снять с себя это напряжение. А если дезадаптированное, то человек идет противоположным путем. Он избегает этого. Спасибо, я понимаю. Статическое напряжение на пятом слое – это вообще тема для серьезного изучения. Кроме пьянства, оно еще много интересненького дает. Например, гомосексуализм. Когда человек имеет очень сильную чувствительность, то в момент полового созревания, если уже пятый слой заблокирован статическим напряжением, то у человека возникает непереносимость противоположного пола, а любить же кого-то надо. И поэтому у человека формируется влечение к своему полу. И вот я просто изучаю эту тему. Люди обращаются, они не хотят быть гомосексуалистами. И они не знают, что делать. Они хотят нормального восприятия. И не все, конечно, некоторые хотят. И поэтому я пытаюсь помочь. Я изучаю, смотрю. И у всех одно и то же. Это статическое напряжение на пятом слое, блок сильный. Он дает чувствительность повышенную. И в данном случае у него чувствительность повышенная идет именно к жизни. И бывает чувствительность к людям повышенная, а у него к жизни. Его жизни подчаяния будет таких людей, которые выпивают. Поэтому это является болезнью. Просто это болезнь психического тела. Люди это воспринимают как порогу социальную. Они говорят, что ты совсем уже потерял совесть, стыд. Ты уже деградировал совсем. Но это восприятие не помогает человеку вылечиться. Ну, допустим, человек болеет вирусной инфекцией. Он лежит, допустим, температура. У него к ним подходит. Ты чего не работаешь? Чего валяешься? Или у человека хроническая вирусная инфекция. Он слабость. Он говорит, что работать не хочешь? Что ты месяц уже хочешь? Он однозначно не вдохновится таким подходом. Потому что он больной, ему плохо, он чувствует себя плохо. А его не понимают. Точно так же пьяницы, они чувствуют себя плохо, их не понимают. Но там сильно понимают, тут тоже типа, ладно, выпивай, это нормально. Это тоже не вариант, так думать. Поэтому вариант это переварить судьбу, молиться. Первая стадия спокойствия в сердце, победной судьбой, она у вас уже есть. Вторая стадия влияния, она у вас пройдена уже на 80%. Это значит всего у вас, ну, две стадии, когда человек прошел, то это 66% победной судьбой. У вас уже получается где-то 58%. То есть вы идете вперед. После 50% победной судьбой, человек реально видит, что идет прогресс. То есть он через гору перешел, все. Через гору перешли, дальше уже. Но вас смутило, что он начал последние две недели больше пить. Это плохой период. Последние две недели, да, я просто уехала. Я уехала просто. Я из Москвы, а здесь я на воду. И с одной на лекции. Ну, мужик один остался, понятно, без жены, все. Его расслабили. Мне не надо ставить ему какие-то резкие условия. Вроде как я ухожу, если ты не просишь. Можно. Надо ему посидеть. Нет, вот смотрите, если он уже хочет бросить пить, надо ему сказать, пойдем в бассейн. Брать за руку, идти в бассейн. Если он говорит, я не пойду, тогда, извини, ставим в условии лучше. Живем отдельно или идем в бассейн. Поняла. Спасибо. Взаимодействие с мужчиной ничем не отличается от взаимодействия с ребенком. Для женщин. Если он не понимает по-добрыму, значит, делаем по-другому. Но только в том случае, если вы понимаете, как это делать правильно. Вот это самая большая проблема. Кому-то надо пожестче, кому-то помягче подход. Но подход всегда, есть два, две стороны видали. Одни, один это забота, вторая сторона воспитания. Но здесь тоже надо, женщина, понять, что нужно много заботы сделать, чтобы можно потом делать воспитание. Эта забота должна быть качественной. Качественная означает бескорыстная. Если мужчина реально почувствовал благодарность в сердце, он будет уже слушаться. Благодарность заставляет слушаться. Ваш вопрос вкратце означает вот что. Вы спрашиваете меня, Олег Геннадьевич, у меня получается или нет? Потому что у вас нет опыта. Мы никогда не доходили до конца. Если человек дошел до конца в молитве победе на сухой, он уже знал, как дальше будет. У вас нет опыта. Вы прошли пульки, смотрите, что-то пошло не так. Все идет так. Придет время, он просит пить. Потому что он не пройдет. Все уже. Важно желание человека. Вот ты проходишь судьбу, допустим, молишься. И когда ты приходишь к середине второго круга судьбы, то есть ты свою часть ниточки прочистил, теперь его надо часть ниточки очищать. И здесь уже или он хочет меняться, или не хочет. Если он не хочет меняться, ты дальше проходишь всю судьбу, и дальше ты не обязан страдать уже. Вот ты страдаешь, потому что это твоя судьба. Но если ты прошла, очистила всю свою судьбу, ты уже не обязан страдать. И тогда просто Бог эти отношения или разделяет, или разрушает, там начинается воспитание. В вашем случае это не так. Он уже среагировал, он сказал, я хочу бросить. Он уже дал свое мнение. Просто еще рано, ему еще не хватает сил. Нужно времени. И вот это все, вот это ощущение такое, что, блин, что такое, почему мне, почему я, на этот вопрос я тоже вам дам ответ. Это из-за прошлой жизни. Не думайте, что есть какие-то случайности в этом мире. Я чувствую вашу прошлую жизнь. Вижу там, как было, вижу, вижу алые грозденьки. Там было, от чего сейчас вот это было. Поэтому Just do it. Хорошо. Мужчина заканчивается. Всем добрый вечер. У меня вопрос по отношениям. Я встречал вас с девушкой 4 года. И все... Ну, получалось так, что все 4 года она хотела уходить. Вот. И как бы она уходила сама, и опять же приходила. Ну, делал, как вы говорите, как инструкцию. То есть молитва, бег, все. И она как бы... И получилось так, что сейчас, когда она ушла, я немножко перестрадал. Потом, ну, все делал, как по инструкции. Вот. Но... Сейчас как-то пришел к такому, что я не понимаю, надо ли продолжать эти отношения. Ну, вернее, как-то вернуть ее, как-то строить, опять же, отношения. Или как бы не надо, потому что вопрос в том, что она как бы хотел уходить. Вот, говорит, я хочу уходить, но не могу. И вот... И меня это сейчас как-то в ступор вводит. Я не могу понять. Вы ее любите, да? Ну, вообще, да. То есть... Но тут сейчас так получается, что ее нету. А я все просто понимаю, что происходит. Все нормально. Можете мне объяснять. Когда человек любит, он не всегда понимает обратную связь. Есть два вида любви в целом для вас. Первый вид любви. Вы получаете любовь, наслаждаетесь человеком. Тогда другой человек отдает любовь. Не все готовы отдавать любовь. Человек отдает, отдает, думает, нафиг, мне это надо. И уходит. Но все готовы получать. Вот в вашем случае у вас тяжелая смейная ситуация. Это означает, чувствительные такие дамы будут попадаться. Которые мне очень трудно. И если говорить об этой конкретно даме, то вы должны понять, что есть всего два варианта для вас. И это вообще дамы не касается сейчас. Это касается только вас и Бога. Потому что если у вас любовь и вера к ней развиваются, то это очень легко понять. Это значит, что вы теряете себя в этих отношениях. То есть вы разрушаетесь как личность. Она начинает к вам манипулировать. И тогда в этом случае ничего не поможет, потому что человека, который теряет себя, любить невозможно. Когда чувство собственного достоинства опускается вниз у человека, то он становится некрасивым. Вот в этой песне он поет с шуточным голосом. Это значит, что он сильный, сильный человек. Я для этого вам песни выключил, чтобы вы услышали, как вообще на все реагировать. Надо не всерьез. Ну, я как бы сейчас, ну, я с ней общаюсь. У нас, ну, как бы, это, не знаю, само собой получилось. Но, как было раньше, я сейчас как-то не особо хочу. Ну, то отношение, которое было у нее ко мне. Вот. Но в то же время у меня была мысль, думаю, ну, раз хочет, ну, хорошо. Но в душе как-то я сам не успокоился. Ну, вот смотрите, есть только два варианта. Или вы теряете себя в этих отношениях, или нет. Если вы не теряете себя в этих отношениях, то тогда все нормально. Вы решите, быть с ней или не быть. А если вы теряете себя в этих отношениях, то вам нужна молитва, вера. Немножко отстраниться от женщины. И начать молитву, веру и погружение в отношения с Богом. Потому что вам надо сдать экзамен. Кого вы верите? В женщину или в Бога? В Бога. Не, ну, понятно, что мы все в Богу. Но я говорю сейчас о практике, а не о теории. На практике это значит, что вы сохраняете силу Духа внутри себя. В отношениях. Вы не ломаетесь. А это и есть красота мужчины. Вот женщина красота внешне. Она внешне красива. А мужчина должен быть красивым внутри. И красота мужчины означает сила Духа. То есть мне продолжить с ней общение, и потом я пойму для себя, что это... Или как? Нет, сейчас пока мы не об этом. Мы с вами изучаем, что у вас внутри пока. Мы пока не изучаем, что с ней делать. Давайте еще одну песенку. Я ее часто ставлю, потому что она показывает неправильное настроение мужчины. Эта песня очень красивая. Так, у меня вопрос женщины. Это мужская песня или нет? Нет? Мужчина как должен себя вести? Когда он красивый? А он спокойно, да, как реагирует? Спокойно. Жизнерадостный, спокойный, невозмутимый, да, такой человек. Вызывает, привлекает сразу же. Интересно, нравится такой человек. А если он ломается под длением курса, то значит, она чувствует, что она достойна большего. Больше. То есть она видит, вы таете, как бы она смотрит на мужчину, он такой потек. Она смотрит прям, он такой. Ну, прям так видно прям, он такой. Вам понравится или нет, девушки? Понравится? Нехорошее ощущение вызывает. Они говорят. То есть работать над собой? Вот. То есть нужно понять, что с вами происходит. Или вы верите в женщину, а это очень опасно, когда вообще никого себе не найдет. Как только вы любите, сразу у вас теряется сила. Или вы верите в Бога. Если вы верите в Бога, то значит, когда все зависит от нее. Если она не хочет отношений, ну, хорошо, тогда это ее проблема. Потому что таких парней, как вы, очень мало. Спасибо. Еще раз спасибо. Спасибо. В основном алкоголики, там, тунеядцы, развратники, там, всех мастеров. А нормальных мужчин, ну, вообще, где их взять? Очень мало. И если вы еще сможете быть самодостаточным, связанным с Богом, тогда, ну, там, здесь человек на место. Ну, у меня вот сейчас, у меня раньше был такой тяжелый период, ну, в деятельности. Сейчас вроде все хорошо, я как бы всем доволен. Но вот эта ситуация, она как-то немножко так, ну, я к ней так удивляюсь, то есть не понимаю. Да, это вы не удивляетесь, женщину понять невозможно. Они сами сегодня понимают, зачем я так поступил. Вот, когда человек соткан из любви, у него психика очень подвижная. У женщин очень подвижная психика. Они меняют свое мнение, понимание вещей очень быстро, хотят это сделать не могут, делать что-то другое. Это нормально. Все женщины так устроены, они, ну, как бы, если бы не было женщин, было бы скучно жить на этой земле. Когда женщины появляются, всегда движуха начинает. Ну, как этот был мультик про этого, там, три богатыря, там, царь, ну, помню, да? И там царь лежит, говорит, что-то скучно стало. Ну, и Шумаханская царица появилась, скука пропала, там сразу началась жара. Так что скучно бы было без женщин, без девушек. Потому что у них подвижная психика всегда, что-то происходит, когда девушка появляется, то жизнь становится динамичной. Что-то происходит постоянно. А так мужчина один, что, все нормально, у него так, все нормально. Жизнь спокойно протекает. То есть, работать над собой и, в принципе, я в дальнейшем пойму, что как, то есть, ну, по поводу меня. Вам надо обрести себя в контакте с Богом. Только чувство собственного достоинства становится сильным. Только когда человек становится богатырем. Богатырь – это тот, кто несет Бога всем. Тырить на древнерусском означает отдавать. Протипало значение, поменялось наоборот. Тырить – значит отдавать. Богатырь – значит тот, кто отдает Бога всем. Чтобы его отдавать, надо его сначала иметь. Когда человек имеет Бога, он несет благородство, силу внутреннюю. И все видят, что он с Богом этот человек, богатый человек, на полный Богом. И когда это происходит, то чувство собственного достоинства, когда крепнет, то девушка меняет свои отношения. А если она не меняет в этом случае отношения, значит она дура. Или не твоя, девушка. Два варианта. Или Бог не дал ни разума, или не твоя. И тут другой вариант, как бы нормальный, понятный ответ. Свою семью надо создавать как крепость. С нормальными, разумными людьми. Вот. И своими, своими людьми, не чужими. Но сейчас я чувствую, что она недовольна вами, не удовлетворена отношениями. Потому что вы не выставили отношения с правью, потому что у вас на это нет силы. Я понял вас. Песенку сначала. Главное останется с тобой. Любовь, она может и без нее быть. Может чистая, светлая память от человека быть. Если вы очень благородный, вы можете просто любить ей, дать ей возможность жить без вас. Счастье ей подарить. Но вы зависите от человека. В этом проблема. Потому что вы не зависите от Бога. В этом проблема. И вы теряетесь. Ломаетесь. Плющитесь. Надо стать сильным сейчас. У меня пара мысли бывают, что как-то я действительно могу ее как-то отпустить. И мне самому как-то... Это не выход. Потому что вы можете... Это две стороны медали. Одна сторона я ломаюсь. Другая... Я тебя ненавижу. А есть третья сторона. Это сила. Стать сильным. И посмотреть, как она сходила. А нет других способов сейчас. Ну, бросите ее. Ну, все следующие будут то же самое. Если влюбитесь опять в следующем... Можно без любви и жениться. Нормально. Но если влюбитесь, опять поплывете. И так будет каждый раз, пока вы не обретете силы. А сила идет от веры, от Бога. И вы даже, может быть, не до конца понимаете, о чем я сейчас говорю. Но когда вы почувствуете Бога, надо цветочки поставить, бить чуть подальше. Когда, да... Когда вы почувствуете то, что я говорю, у вас вся картинка встанет на место. Сейчас надо следовать просто. Молиться, адскезис. Но я, наверное, в Ютубе буду еще раз смотреть. Но это я не знаю, когда в Ютубе стою. Там все проверяют. Сейчас такие слова есть всякие, за которые банят лекции. Там было слово, допустим. Сейчас уже один раз я его сказал. Два раза. Теперь надо два раза в это слово выбирать. Иначе просто не дают лекцию. Ваня. Ладно, все будет хорошо. Идем вперед. Не сможете вы сейчас решить вопрос. Вы хотите от меня там или оставаться, или бросить одно из двух. Нет, я хотел просто вот этот момент понять, что как, в принципе, выйти. Я понял, что сейчас вообще эту ситуацию оставить, работать над собой, и потом уже что-то, наверное, как-то... Красота. Дальше вопросики. Вопросики. Так, ну вот девушка в зеленом, улыбается в ней и радостно. Микрофон не дает. Ну, что-то... И все сразу. Здравствуйте, Алик Геннадьевич. Я безумно счастлива, что я нахожусь здесь. Огромная благодарность вам за вашу дурачь. Я тоже счастлива, что я здесь нахожусь. Ну, на самом деле, мне очень плохо. Я нахожусь просто в руинах. Хоть я не улыбаюсь. И... Ну, это круто, вот вы в руинах улыбаетесь. Я скажу, супер. И я поняла, приняла свою судьбу. Хотя мне это очень больно говорит. И я хочу ее победить. Ты молодец, молодец, супер. Я хочу спросить, что мне нужно сделать, чтобы я победила. А я не знаю, о чем речь. Вы иногда меня переоцениваете. Ну, я просто подумала, если я буду тут плакать, говорить о том... Ну, в общем, у меня были тяжелые отношения. Я 11 лет была замужем. И я испугалась отношений со своим мужем. Он бил? И развелась с ним. Бил? Почему испугалась? Что он напугал вас сильно? Бил? Что он бил? Ну, очень сильно манипулировал. Придавал. Придавал, пил. Ну, он не мог найти себя. И пытался за счет меня как-то вот, что мне хреново, и пусть тебе будет хреново. Я очень сильно молилась. Так обычно, да, люди делают, да. Я молилась. Мы ходили с ребенком в воскресную школу и ходим. Но все равно он уехал на год. Я приняла эту ситуацию. Думаю, ничего страшного. Мы тебя ждем, любим. Куда уехал? Куда уехал? В Бурманск. Ага. Ну, друзья, типа, работают. Вот. Приехал совершенно с другими глазами и сказал, все, типа, ну, типа, давай продаем квартиру и все, и до свидания. И я испугалась вот этого, куда я с ребенком, вообще не знаю, как чего. Ну, в общем, ну, я молилась Господу, и Господь мне дал и полицейских, и адвокатов, и юристов, и батюшек, в общем, всем. Но я не знаю, ну, моя ошибка, что все-таки я... Эти женщины будьте осторожны. Женщина, как бы, ну, вы начинаете ее плохо ей делать, то сразу целая армия людей напоминает, которые начинают ее защищать и батюшки, и адвокаты, и полиции, и... И соцработицы, и государственные, и соцработицы. И вот эта женщина такая, у нее социальная сила. С ними опасно связываться. И после этого он испугался, очень сильно разозлился. Это же с песочницы начинается, там, ударил девочку в песочницу, она идет, плачет, потом возвращается, и куча народа с ней лезет. Мальчик один, а куча народа теперь. Ну, потом было еще все хуже, потому что чуть не погиб мой ребенок от перитонита. Почему он уходит? Почему он уходит? Ну, вот он уходит, и через... Муж уходит, и через две недели у ребенка коронавирус, грипп А, перитонита. Ну, это плохой период жизни. Потом умирает собака, потом мы покупаем другую ребенку собаку, она тоже умирает, вообще просто вот и куча. И сейчас я узнаю, что он уже живет с другой женщиной, и вот в этот момент я понимаю, что, ну, это же моя судьба, и, наверное, я... Ну, я же не права вообще, наверное, во всем этом. Не права в чём? Ну, что опять все будет так, опять я встречу мужчину. Вот все так, потому что я не... Почему вы думаете, что вы опять встретите, и будет всё так? Вы разочаровались в Боге? Нет. В себе? Ну, потому что это моя судьба, и, наверное, я... Ваша судьба всегда встречать таких мужчин, да? А откуда у вас такое понимание? Потому что уже второй или третий такой? Был до этого такой же? Да? Ну, когда человек молится, он побеждает судьбу, судьба обменяется. Если, допустим, суждено или красивый и невысокий, или высокий, но некрасивый, то есть женщина начинает молиться, и она получает более высокого и некрасивого. То есть наоборот. То есть он менее высокий, но более красивый. Идет выравнивание уже, ближе к середине. Сейчас я молюсь, я бегаю, я пощаюсь. Ну, все, идет нормально. Все, значит, по плану идет. Вы еще улыбаетесь такая, вообще, молодец. Я сильно. Сегодня были с нами и пробежали? Нет, я не знала, что бегать. Ну вот. Мы бегаем нечасто. Надо будет пробежаться. Может, завтра тоже? Мне тогда не стоит его возвращать, а просто, как сказать, идти к победе и тогда... Молитесь, бегайте, желайте всем счастья, восстанавливайтесь. Человек много раз вас предал. Вы не можете его сейчас возвращать, потому что ваше чувство собственного достоинства будет разрушено. Себя решить не надо. Вы божественное творение. Бог создал человека по своему образу, по доме. Мы не должны унижать это творение. Мы не должны становиться слабыми, какими-то униженными. Человек должен быть всегда сильным, радостным, счастливым. Если кто-то пытается его разрушить, унизить, то надо быть ближе к Богу, не позволяй. Речь идет о предательстве. Он предал вас, предчет. Много раз. Поэтому он недостоин сейчас, рядом с вами. Но вы не можете сейчас искать другого, потому что вы должны помолиться за свою семью. Полгода лет. И восстановить себя. Скорее всего, с этим человеком все закончено. Потому что он совершил много против вас поступков. И он недостоин вас, этот человек. А вы молитесь, развивайтесь, и следующий человек будет уже лучше, чем этот. Есть шанс какой-то, что он вернется, но очень маленький. Но все равно сейчас нельзя бросать. Вы должны отработать свою судьбу. Есть только путь. Только один у женщин всегда, это в семью. Даже их бросают. Они не должны в пустыню идти. Они должны возвращать семью. И если человек не возвращается, то Бог дает другого. Будет всегда только в семью. Запомнили? То есть мы всегда за сохранение семьи молимся. И если этого Бог не дает, то дает в эту счет. А если ты пошла раньше времени, то ты пошла в пустыню, значит, что ты одна останешься. А если... Псеканула, тихо пошли все, нафиг. Тогда одна. А если через полкозы он вернется? Ну, вы можете ставить ему условия, в ручки, в бочки. И отставить свои права на достоинство. Устроить ему маленькую Куськину маму. Если он захочет вернуться, ставьте условия. Правильные, нормальные условия. Дайте шанс человеку. Бог вам тоже за шанс. Спасибо, Господь пошел. Все нормально. У нас сегодня заботливая очень хозяйка. Она... Ну, это ее как бы... Под ее руководкой... Ответственностью все эти хоромы. И она сама слушает мои лекции. И сама ходит, все следит, что все нормально. Болосы. Синя. Кабин. А, ну, ты каков, ты так? А? Камила. Кабин. Я имею в виду. Вот Камила, ты каке наше. Синя, ты термит. Нам, что я принил с ауди. Я не знаю. Я, не знаю. Это так красиво. в зале. Много людей, когда вместо вложено, оно приятно сидеть. Спасибо большое. Вы не зависите от человека. Вы божественное творение, и вы рождены для счастья. Но иногда для счастья нужно пройти свой путь. Но этот путь никогда у человека никогда не лежит через унижение. Никогда. Ну то есть мы можем служить человеку, прощать, терпеть. Но предательство никто не должен терпеть. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Хорошо? Вы обосновите меня на победу? Хорошо. Саша, дай мандаринку. Подходи к себе. Мы здесь кидаться. Не будем мандаринку? Будете подходить, получай. Да, да, мне мандарин. Так, какая мандаринка. А это вам. Это мед из Вологды. Славкого вкуса от молитвы. Твоя мандаринка уже подписана. Спасибо. Подписана.